Всем привет! Сегодня у меня на канале обзор коробочки от Киршоу, которые предоставили мне на обзор магазин Феникс. За что им большое спасибо. Ссылка на их инстаграм и сайт будет в описании. Значит, что у нас внутри? У нас внутри лежит новинка этого года, которая называется Энтропий. Это модель 1885. И выглядит она вот так. И первым делом, когда я увидел этот нож у ребят в магазине на витрине, меня он сразу заинтересовал. Потому что, ребят, черт возьми, это же какая-то мкаста, судя по внешнему виду, но только с ценой в несколько раз дешевле. Ну и когда я попросил у ребят этот нож на обзор, чтобы показать его вам, стал внимательнее рассматривать. И я понял, что этот нож мне чертовски понравился. Несмотря на то, что я давненько не восторгаюсь самой дешевой серией ножей Киршоу, то здесь, ребят, все супер. Давайте посмотрим, что мы получаем с вами. Во-первых, это дизайн Рексфорда. Очень странно, потому что вообще не похоже на его дизайн. Это на самом деле какая-то мкаста, на мой взгляд. Мы с Костей сошлись в одном мнении, что он очень похож на кастом Катана. Но и тем не менее, давайте посмотрим. Длина клинка вот от этого выступа до самого кончика 80 мм. В обухе 3,2 мм. Сталь у нас 8 хром. Сделано все это чудо в Китае, но при этом это дизайн Рексфорда. Обратите внимание на вот эту вот рукоятку, на накладки, на эти пластиковые, у которых есть в центре такое вот углубление. Очень мне нравится на самом деле. Клипса шикарная, глубокой посадки, очень удобная. Мне она сразу понравилась. Это вот как на Zatech, как на 550-й в третьем поколении. Прям отличная, удобная клипса. Несмотря на то, что это пластиковые накладки, они очень неплохо выглядят, очень приятные к телу. Здесь у нас тип замочка Liner Lock. И плюс ко всему этому еще мы имеем с вами ассист. Да, что нож выбрасывается при помощи пружины. Все круто, все здорово, но не, знаете, вот из всей кучи вот этих новых ножей, которые делаются в Китае, компании Kirsch, в этом году, этот нож меня еще привлек своими шикарными оранжевыми бонками. И на самом деле это как будто бы ему чисто визуально добавляет цены, как мне кажется. Потому что вот он мне в принципе понравился по форме, когда я взял вот эти, конечно, оранжевые боночки делают свое дело. Нож выглядит, конечно, дороже. Сталька 8 Chrome, значит, она уже достаточно такая известная от Kirsch и вполне на уровне. Если вам нужен недорогой нож, прошу как бы помнить, что нож действительно недорогой, то это вот прям шикарный выбор на самом деле. И вот особенно кто любит всякую такую японскую тематику, то супер. Что касается здесь шайб, то шайба здесь одна из цветмет, одна из цвета пласта, обе толстые. Каких-либо люфтов здесь не наблюдается. Скажем так, с этим экземпляром не очень мне повезло, потому что чуть-чуть совсем, чуть-чуть не по центру, но это очень легко лечится разборкой, переборкой, скажем так, подгонкой деталей. Ничего не надо наждачить, просто нужно пересобрать и все собрать как нужно. Все будет здорово, но поскольку нож не мой, поскольку я его взял на обзор, я этого делать не буду. Но во всем остальном нож просто отличный за свои деньги. Прям не знаю, вот я его верчу в руках, и мне он все больше и больше нравится. Если нужен какой-то недорогой DC-шник, я бы вполне рекомендовал. Что касаемо сведения, ребят, ну здесь сведения в принципе как на всей китайской линейке. Кершу от 0,65 и дальше. Опять же, при переточке, допустим на те же 18 градусов, не сильно у вас увеличится подвод, но при этом рез будет совсем другой. Во всем остальном нож выполнен очень аккуратно. И главное, что он вроде бы от Рексфорда, но совсем не похож на его дизайн. Вот реально Мкаста Катана. Только разве что клинок нетантоидный. Ну и Костя высказал такое предположение, что если бы заменить ему накладки, то это было бы вообще другое. Ну да, если бы еще поставите другую сталь, какую-нибудь 30-ку, я думаю, это была бы вообще бомба. На этом, наверное, и все. Магазину Феникс спасибо за предоставленный экземпляр. Ссылки на них будут в описании. Субтитры сделал DimaTorzok